всем привет с вами тома и в сегодняшнем видео я хочу вам показать журнал поняшки это очень неожиданный для меня ролик потому что как вы знаете журнал у нас не издавался весь 2023 год потому что hasbro отозвали лицензию на выпуск и я уже не чаялась что вообще когда-нибудь еще буду снимать про журналы little pony в россии но тут вышло вот это чудо перед началом большое спасибо подписчикам на бусте за поддержку выхода роликов за поддержку моего творчества и в том числе за моральную поддержку если вы тоже хотите читать какие-то эксклюзивные материалы которые я там публикую то ссылочка будет указана в описании вернемся к нашим поняшкам это первый выпуск за 2024 год давайте я его сразу открою если что покупала я в магните его за чуть больше 300 рублей я покупала со скидкой поэтому мне сложно сказать что-то там 300 с чем-то ну в общем меньше 350 в газетных киосках по моему 330 он у нас стоит есть также да в газетных киосках в пятерочках вышел он еще в середине декабря наверное примерно месяц назад как в это видео смотрите и это журнал который как нам повествует задняя сторона вот это вот от нового издательства арттек вот арттек между прочим тираж достаточно большой 14 тысяч экземпляров в общем издательство новое зарегистрировано летом 2023 года но проблема в том что адрес вот этот вот москва донской проездом такой-то это адрес эггманта то есть издательского дома лев и это по сути подставная компания дочерняя компания другая компания с тем же юридическим адресом которая выпускает этот журнал я не знаю будет ли эта компания выпускать еще другие журналы пока это очень непонятная ситуация вот но как бы в общем они ну не они в группе вконтакте издательского дома льва их спросили ваш журнал нет не наш но они как бы не соврали да ну в общем мы не будем как бы претензии выкатывать ребятам потому что ну видимо поняши пользуются спросом они пробовали выпускать журнал единороги но к сожалению там журнале единороги стоковые картинки с шаттера стока да или как он там и тоже как бы всякие головолочки но видимо детям меньше заходит чем поняшки поняшки причем что интересно ни молитву пони не имен пони в журнале нет то есть это просто поняшки просто какие-то случайные пони никакого отношения к french post magic они не имеют просто те же самые картинки кстати обложка матовая и журнал тоже весь матовый качество журналов очень сильно просела с подорожанием бумаги и всего остального но знаете ощущается на самом деле норм то есть хотя бы не мятая потому что некоторые издания в магните смотришь а там еще есть страницы внутри глянцевые но примятые ну то есть такие волнами здесь как бы нет вот здесь конечно гораздо хуже чем было раньше но но вполне норм я даже понюхала журнал потому что кто-то жаловался что сильно пахнет типографской краской неприятно ну вы знаете да он точно пахнет не так как старые журналы но мой конкретно не сильно пахнет не знаю может уже выветрится успел пока месяц я покупала с задержкой что интересного развороты старые по всей видимости потому что я в контакте скидывала некоторые развороты на стенку спасибо большое евгений по моему евгения фоткала развороты в групп в контакте и я ее фотки кидала на стенке и мне ребята написали что да действительно развороты старые то есть развороты уже были в других версиях журнала причем не так давно допустим по моему вот этот разворот мне девочки скидывали что ли в двадцать первом году был по моему этот или какой-то я не вот то есть это не то что какие-то там знаете совсем древние древности но тем не менее это видимо просто пересборка ранних материалов просто с отредактированными текстами и вот такое повторное использование чего-то старенького вот я не знаю как к этому относиться ну ладно в серединке он больше пахнет чем снаружи но все равно не очень сильно это как минисы наверное знаете потом выветрится вот вот этот разворот с вот этими печеньками сердечками тоже мне прям дико знаком я уже не стала перерывать собственные журналы искать подтверждения мне хватило того что мне в контакте ребята скинули что да такие развороты как минимум один действительно был что навевает на мысль что скорее всего все остальные развороты тоже просто повторно заюзаны может быть я ошибаюсь конечно но есть такое подозрение вот рисуем пальчиками что интересно поняшки именно фрэнш пазмэджик то есть не пятое поколение но в принципе это логично потому что по фрэнш пазмэджик у них гораздо больше разворотов было в свое время у старых журналах да вот подвеска шкатулка даже есть что вырезать что склеить оригинальное скажем так возвращение журнала старые пересборки и в подарках идут китайские поддельные пони причем что интересно у меня вот рэрити такая желтенькая да там даже какой-то знак отличия есть но почти во всех остальных журналах которые ребята скидывали фотографии там идут оликорны я вам даже фотографии повставлю несколько штук они оликорны но разных цветов там белая розовая синяя что-то там а у меня какая-то рэрити выпендрилась я честно говоря не знаю давайте наверное конечно достану посмотрю понюхаю первую очередь пвх изготовлена в китае дата изготовления 06 2023 то есть видите они даже под это дело перепаковали вот этих китайских лошадок под этих поняш летом ушедшего года вот и так там еще какие-то стикеры надо не порезать мне интересно это первый журнал вроде как обещают раз в два месяца то есть следующий по идее в феврале должен быть может быть пока я это смонтирую уже и будет информация что дальше с фигурками будет потому что ну журнал понятно они будут просто пересобирать каких-то старые выпуски а вот что с фигурками и подарками вот это не очень понятно значит тут у нас рандомные стикеры с блесточками прикольные какие-то звездочки цветочки не пахнут если что стикеры не пахнут радуги но это тоже на нашу шаттер что какой-нибудь картиночки просто ну и конечно звезда с полустертом глазиком она та такая ядрена желтая не знаю как там передаться она тепло-желтая как яичного желтка цвет такой мне кажется на видео может быть более холодной но такая более теплая желтая и сиреневые волосы у нее причем кристаллики в глазах то есть это явно релити не сильно пахнет минисы пахли в свое время хуже дегустация этих самых журналов на вкус совсем чуть-чуть запаха резины вот и она вроде даже стоит лично моя не знаю как насчет оликорнов но это рэрити стоит мне кажется это рэрити похоже на денлифские фигурки то есть мягкая резина такая знаете честно говоря в последних журналах были такие ужасные фигурки малитл пони они были по полу из тонкого пластика это наоборот резиновая летая да то есть она летая вот и честно говоря ли если бы не косяки с расцветкой с раскранской то было бы и не хуже чем в оригинале пони конечно ноу-найм полная вот но можно придумать и там а лемон чего-нибудь лемон капкейк например что-то у меня такая зеленая вишенка что кажется что это оливка на этом самом давайте придумывайте имена этой пони мне даже интересно как вы ее назовете да такая очаровательная пони значит конечно же я не буду покупать себе другие журналы такие мне было просто интересно посмотреть что это за звери рассказать об этом вам стоит ли вам покупать их для себя или там для своих племянников детей и прочее конечно вопрос очень сомнительный если вы любите поняшек и вас не смущают старый разворот вы не покупали старые журналы но можете попробовать если вас устроит качество бумаги лично вас то ну конечно 300 рублей это достаточно дорого для нелицензионного журнала но с другой стороны бумажные изделия реально очень сильно подскочили в цене сейчас поэтому удивляться к сожалению нечему вот пишите как вам такое у нас импорт незамещение с подставными фирмами заранее извиняюсь перед издательским домом лев и новые фирмы если что не так я не со зла просто хотели разобраться в ситуации я надеюсь вам за это не по шапке ниоткуда не прилетит мы честно любя и большое спасибо что вы стараетесь как-то поняшек приносить в мир и дальше несмотря на все экономические и юридические проблемы спасибо большое что посмотрели это видео до встречи в следующих с вами была тома пока